Соборникова, она там векала. Ну вот, Ваше покорное слово. Сегодня я зван сюда по случаю 155-летия садия рождения Алексея Максимовича Горького. Конечно, в том, что я буду сейчас говорить, прежде всего звучит моя субъективность. Я два раза работал в театре имени Горького. И оба эти театра сменили свое имя. В то время как Горький, ну сегодня, когда празднуется еще юбилей Александра Николаевича Островского, Горький, замечательный, один из величайших русских драматургов. Это безусловно. Два раза, потому что Ташкентский театр, в котором я сыграл у Раскольникова, Гамлета, еще и еще что-то, он теперь называется не имени Горького, а он называется государственный русский театр Узбекистана. А большой драматический, в котором я отслужил 25 лет ровно, как солдат в Старой Армии, все эти 25 лет был театром имени Горького. И я, по счастью, по счастью, конечно, был заменен. И в вальморах, и в дачниках, и в мещанах. Смотрю, ну, мне вырукать не за что себя вот в том эпизоде, который я видел сегодня. Такое было дивное окружение, такие актеры, замечательные, Трофимов, ну, просто чудо, как он рождает свои слова, какие-то взлетают, какие-то остаются здесь, как Женя Иктушенко читает монолога «Человеке в надне». С ума сойти, Боже, как все рождено. Владимировна, это я действительно ошибся, да, она всегда моя ошибка вновь, это уже 48-й год. Вот. Значит, конечно, Ивстегнеев, Ивстегнеев, хотя я Ивстегнеева никогда не называл Женей, а вот Иктушенко при встрече называл Женей. Видимо, от этого такая аберрация и такая ошибка. Потом свои ошибки раскручиваешь, думаешь, откуда была она, понимаешь, и становится славно. Потому...